Музыка На выставке представлены практически все регионы России. И как я почувствовала, санкции очень положительно влияют на наших производителей, потому что уровень работ очень высокий, очень большое разнообразие представленной мебели. И я очень рада, что санкции наоборот сопутствовали положительному решению этого вопроса вместо замещения. Музыка В Творческом союзе художников России существует секция дизайн, в которой мы участвуем. На сегодняшний день мы участвуем в очень интересном проекте «Мебель-2022». И для каждого художника, нашего дизайнера, предоставилась великолепная возможность показать свое творчество, рассказать о себе и подтвердить, скажем так, свою квалификацию. Потому что это очень высокий уровень выставки, большие требования к этой выставке. И каждый художник, прежде чем участвовать на нашем проекте «Мебель-2022», сначала на конкурсной основе подавал свои работы. У нас целая комиссия в составе куратора проекта Изабеллы Римвартановны и еще члены коллектива, которые рассматривают концепцию проекта, смотрят территорию, смотрят, какая работа представлена, насколько она по композиции может участвовать в этом проекте. И подача заявок где-то примерно за месяц-полтора происходит у нас. А потом отбираются работы художников, утверждаются работы и делаются проекты. На сегодняшний день в этом проекте мне тоже довелось принять участие. Я организовывала выставку, организовывала наших художников, помогала в организации, в дизайне этих интерьеров. И помогала в работе наших художников. У Алексея прекрасный комод, реставрация. И к этому комоду, глициния, я представила свою работу на холсте, хлопковый полк, тоже называется глициния. И данный проект получился как диптик. Вот мы не успели открыться, открыть выставку. К нам уже подошли очень многие производители, так как у нас идет и роспись мебели, у нас идет реставрация мебели, у нас идет витражные работы, живопись. То есть она настолько многогранна, у нас маленькая экспозиция, но она очень многогранна. И естественно, производителям, массовым производителям, очень интересны именно индивидуальные творческие работы художников. Стенд у нас маленький, но он очень содержательный. И мне очень приятно, что я почувствовала, что мы как-то хорошо нашли свое место на этой выставке. Сейчас на сегодняшний день радует то, что российские производители, творческие люди, мастера, интеллектуальная часть, они все, конечно, каждым разом радуют. Потому что видим качество, лучшее, наверное, и требования, когда есть жесткие требования, высокие требования, соответственно, и улучшается дизайн, спрос. Наша компания занимается в основном реставрацией, редизайном мебели, росписью на мебели, как на современной, так и на винтажной, и на антикварной мебели. Можем изготовить новую мебель под заказ с элементами старины, искусственной состарей или наоборот сделать какую-то классику. Что касается выставки, выставка на самом деле шикарная, очень все нравится, стенд отличный. Недавно вступили в членство Союза художников России, очень этому рады. Выставляться будем теперь регулярно на других выставках в составе уже Союза художников. Ну, мы выставили на этой выставке всего два предмета, да, это вот кресло в гобелине, покрасили их золотом, искусственно состарили золото, да, чтобы цвет был античного золота. Произвели необходимый ремонт, перебили ткань, заменили все внутренности, как говорится, и вот они вот такие вот красивые получились. Да, и вот еще одна наша работа, представленная на стенде, это румынский комод 80-х годов, был в плачевном состоянии, произвелся необходимый ремонт, полностью перекрашенный, полностью отремонтированный, с элементами ручной росписи и покрыт финишным лаком в несколько слоев. Субтитры создавал DimaTorzok